прежде всего я хочу поздравить всех с приближающимся днем независимости это очень большой праздник и все споры они могут быть релевантными могут быть нерелевантными но понятно что это великий день особенно для русскоговорящих которые нашли свой путь и к народу и которые безусловно через государство израиль то величайшее чудо которое существует сегодня свыше не сделал для нас множество чудес но вот чудо которое существует сегодня постоянно каждый день это то что каждый каждый еврей может подняться и приехать в страну израиля на святую землю и жить здесь полноценной жизнью если здесь есть много недостатков и они действительно есть если есть здесь не что делать и в какое направлении двигаться так тем более нужно приезжать нужно исправлять эти недостатки и нужно двигаться в одном направлении которым безусловно мы должны двигаться это высокая духовность это создание настоящей культуры торы это приближение к пророчеству и строительство не строительство храма двери двери открыты страшно представить себе что во время второй мировой войны и после нее действовало ограничение на въезд в израиль действовала фото и евреи не могли свободно приехать должны были пробираться на кораблях тайным путем сегодня двери открыты и это само по себе величайшее чудо которое достойно того чтобы сказать всевышнему благодарность песни благословения аллель как мы с вами говорим в праздничные дни и тут совершенно не стоит сомневаться есть споры говорить аллель с благословением говорить без благословения мне кажется что они совершенно все не основаны ни на чем не нужно бояться сказать благословения всевышнему за те чудеса и за то постоянное чудо которые он для нас сделал и теперь о нашей основной теперь о нашей основной теме мысль я хотел разбить книгу руд не по отрывкам о по темам и первую тему как вы помните мы постарались с вами осветить что же такого особенного было в руд что она удостоилась того чтобы стать прабабушкой давида и прародительницей так сказать многих и многих великих людей царей и пророков без которых невозможно себе представить историю израиля постоянно подчеркивается скромность труд и это действительно очень важное качество но можно представить себе сколько было скромных женщин в израиле одной скромности по всей видимости не хватило мы с вами постарались представить себе что в талмуде есть намеки на то что она молилась о и молилась о спасении израиля думала о том кто сможет поздравить народ какими качествами должны должен обладать этот человек и хотела родить ребенка который который станет во главе народа может быть это у него не получилось сразу но родился обид потом и шай и потом давид это как бы в качестве в качестве повторения в качестве повторения еще хочу просто в качестве повторения напомнить что то спокойствие которое есть в книге рут как бы она проходит через все через всю книгу люди голод хорошо но люди как-то справляются потом голод кончается они собирают урожай на и мы не видим никаких проблем в это время колено дана испытывает сильнейшее давление филистимлян не говоря о том что и другие колено должны бороться с канонскими племенами и вот в это время уже родился шимшон он уже известен он уже действует и колено иуды никак с этим не и никак с этим мясо они соотносятся и мы помним что через восемнадцать лет а может быть и меньше люди из колено иуды то есть современники боза они возьмут связут связут свяжут свяжут с шимшона и выдадут его филистимлянам мне кажется что это очень важно и обычно человек приходит присоединиться к еврейскому народу для того чтобы взять у него что-то но бывает и так что он очень многое и дает и мы видим что руд в то время когда нравы были не очень-то на высоте и было и воровство им было разврат то что подчеркивает скажем комментарии турат мимо в книге руд она приходит и приносит как бы собой приносит очень высокие качества человеческие скромность это все понятно но кроме того кроме того кроме того она приносит собой молитву о независимости о становлении царства о том чтобы колено иуды не пренебрегала коленом дана не относилась к нему с пренебрежением и колено дана просто не пропадала под натиском филистимлян обо всем этом молится руд обо всем она мечтает она сразу увидела ситуацию в которую она попала и так это в качестве повторения теперь ту тему которую я хотел сегодня поднять это геюр как говорят про зелитизм присоединение к еврейскому народу тема очень широкая обширная и можно сказать запутанная особенно когда касается это женщины которая пришла из мааба но прежде всего давайте о самом июле кто такой еврей дается много определений на тому кто такой еврей есть определение торы она тоже рассматривается с разных сторон есть споры между мудрецами есть светские определения которые наверное не выдерживают критики в шутку говоря можно сказать что за годы работы сахнута особенно на территории на территории снг бывшего союза в сахнуте выработалось такое определение на что если человеку плохо он уже еврей но это в шутку теперь геюр это важнейшая важнейшая часть торы без который скажем она не может существовать ее невозможно представить себе и скажем геюр учится из учиться из дарования торы детали геора учиться из дарования торы немножко предварительно можно сказать морал с такой философской точки зрения не с точки зрения закона он говорит что евреем является тот кто вышел из египта перешел через море и стоял у горы сенай но это некоторое такое поэтическое определение а то хотя она близко к правде можно представить себе что с сновьями израиля из египта вышло большое число египтян иногда говорят о том что даже их было больше чем сыновей израиля как правило называют их эреф-раф смешение многих народов потому что среди них были и египтяне которые были недовольны фараоном и всем тем что произошло за период 10 казней и многие рабы из других народов многие многие присоединились к сыновьям израиля и получили название эреф-раф собрание большое число собрания народов часто говорят о том что они сыграли отрицательную сыграли отрицательную роль это одна сторона мы посмотрим и другую сторону на эреф-раф те народы которые вышли из египта они стали с одной стороны они стали инициаторами создания золотого тельца до того самого золотого тельца который близок по своим идеям близок к египетскому долопоклонству к тому как поклонялись в египте апису прошу прощения поклонению апису быку и теленку не хочется сейчас выдаваться во все подробности египетской мифологии но поклонение тельцу это типичное необычное как бы для египтян идолопоклонство и но мы видим с другой стороны что маше заступался за них и он сказал всевышнему если ты если ты уничтожишь народ то сотри и меня из книги то есть он не хотел уступить вот это сборище собрания народов он не хотел уступить он не хотел отказаться от него и и они стали неотъемлемой частью сыновей израиля и они вошли в землю израиля и заселили землю израиля вместе с теми коленами возле которых они располагались стояли в пустыне когда в пустыне был возгибнут мешкан переносной храм и знамя израиля каждое колено занял свое место возле него то рядом с ними стоял стояли и эрифра в собрании большое собрание народа и дальше впоследствии они стали частью частью колен и уже невозможно определить кто был и сыновей якоба а кто вышел из египта не принадлежа к потомкам якоба это это один момент скажем да о важной у важной идеи что всякий кто вышел из египта прошел через море и стоял у горы синой он и есть евреи он и есть часть еврейского народа неотделимая неразличимая невозможно расчленить невозможно отделить его отдельно и важность присоединения египтяна она была колоссальной опять же и машине хотел отказаться от них не только египтяна и других народов теперь дальше закон закон сам закон геюра учится из дарования торы как происходило дарование торы сначала сыновья израиля приняли на себя тору они сказали на себе не шмат сделаем и услышим а сейчас не а нам сейчас не важно глубокий смысл этого заявления этого ответа сыновьям израиля маше когда он первый раз спустился с горы сына еще до дарования торы и передал им слова всевышнего сыновья израиля ответили на себе не шма это можно считать клятвой можно считать заявлением ответственным которое почти равно клятве или совсем равно клятве если это весь народ то это как клятва на себе не шма это первое это заявление дальше дальше было три дня очищения и за эти три дня очищения обязательно должны были должны были погрузиться в микву воды миквы теперь и таким образом как бы из этого процесса образования народа учится закон присоединению к народу что если человек хочет присоединиться к сыновьям израиля то он должен принять на себя обязательство соблюдать заповеди торы также как сыновья израиля около горы сена и сказали на сэ ве нишма сделаем и услышим если он хочет соблюдать заповеди торы он должен окунуться в микву и само собой разумеется что для мужчины у него должен быть знак обрезания который идет еще от авраама так вот эти три компонента на обязательство на обязательство миква как обязательство миква и обрезание в общем это три основные компонента если говорить о если говорить о законе то обязательство очень важный момент и она принимается перед перед еврейским судом на что значит еврейский суд это могут быть и три просто три еврея которые грамотно обладают грамотностью вторе не обязательно должны быть большими мудрецами и и если скажем во времена шлама во времена давида существовала такая проблема люди принимали геров призема принимали геров по своему усмотрению собирали свой суд и принимали геров и как бы в обход к тому официальному суду того саньядрину который существовал это создало в свое время множество проблем то есть я хочу сказать что есть есть закон есть правило оно скажем оно может быть формальным правилом и скажем условно представим как формальные правила должны быть три компонента принятия обязательства миква и обрезание наоборот принятие обязательства обрезание миква да вот и для того чтобы как бы услышать голос и вышнего или присоединиться к народу который живет с пророчеством с голосом всевышнего это как бы на принятие обязательства перед судом перед еврейским судом теперь на это формально а не формально естественно что всегда существовали правила которые как бы оформляли вот эту процедуру в том смысле что не приветствовалось даже запрещалось чтобы люди просто сами собирались и по своему усмотрению проводили процедуру 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 геюра процедуру принятия это должен был должен был делать суд или посланники суда те люди которому которому суд которым суд доверяет и скажем может сложиться такая ситуация что человек он формально уже является гером фактически является евреем суд и община суд не признают его так как официальный суд не признал его не признал его не признал его как правило если человек соблюдает заповеди то сам по себе геюр скажем геюр принятый неофициально хотя и когда человек фактически стал евреем если человек соблюдает заповеди то дальше официальный суд он не ставит ему больших препятствий и ему приходится пройти геюр еще раз как бы утверждение утверждение геюра хорошо ли это плохо я рассказываю эту фактическую ситуацию которая существует если говорить о скажем затронуть геюр сегодня в государстве израиль то действует такое правило в принципе геюр связан государственным законом мы знаем что гражданство может получить хоть с первого дня человек который рожден еврейской матерью делать человек который это скажем государство не имеет отношения к торе но тем не менее это важно человек во втором третьем поколении он потомок евреи он может получить гражданство вот и поэтому или человек присоединившись к реевскому народу прошедший геюр то есть как бы есть там есть четвертая скажем части еврейской крови или есть человек прошел геюр да это как бы государственные условия понятно что это создает проблему что раньше еще 30 35 лет назад в израиль никто не хотел ехать кроме евреев и поэтому проверки не были такими жесткими и серьезными и никто не не хотел принимать геюр для того чтобы ехать в израиль сегодня израиль стал в значительной степени аттрактивной страной для тех кто себе ищет для тех кто себе ищет новую родину и поэтому существует государственный закон который запрещает делать геюр на территории израиля тем кто не является гражданами израиля геор автоматически даст гражданство кстати говоря с точки зрения торы это очень и очень как бы существенно потому что в принципе геюр можно сделать сразу после заявления сразу после заявления человека сразу после его просьбы пройти геюр можно осуществить процедуру геюра и надо его учить всем законам торы достаточно научить его нескольким законам торы чтобы начал потом учился вот но так никогда не было принято потому что нужно было выяснить намерение человека зачем он присоединяется к еврейскому народу нет ли у него каких-либо своих интересов и поэтому человек жил в общине фактически в общем-то на равных правах прежде чем какое-то время иногда год иногда больше иногда меньше прежде чем он принимал геюр это не закон торы это можно сказать обычаи то принятое правило сегодня в израиле есть такое же правило что человек не не проходит геюр сразу если скажем да если он является гражданином израиле все равно он не проходит геюр сразу проходит какое-то время прежде чем становится понятны более-менее хотя приблизительно становится понятны его намерение а в скобках можно заметить что если проходит геюр кто-то из родителей то дети проходят геюр могут пройти геюр вместе с ним и совершенно необязательно чтобы они были совершеннолетними они просто окунаются в мигу вместе скажем с матерью нет не значит одновременно отдельно окунаются мигу но в тот же день в тот же как бы период времени окунаются в мигу и они считаются считаются евреями к сожалению распространилось ошибочное мнение среди русскоговорящих среди русскоговорящих евреев которые считают что если человек принял геюр вместе с матерью когда он был несовершеннолетним когда у него не было сознания может пять лет допустим то когда он станет взрослым он должен прийти в суд и заявить что он сознательно готов и готов соблюдать законы торы это ужасное извращение законов торы и когда такого не было и когда не было такой практики человек принял геюр и все он принял геюр принял геюр когда он был маленьким понятно что он растет семье он соблюдает заповеди он начал соблюдать западе он уже пошел как бы да и никто не опасается что не будет соблюдать заповеди нужно сказать что скажем геюр отменить невозможно если человек начал соблюдать заповеди то и потом бросил это ужасно это очень нехорошо но отменить отменить заповеди и отменить гиёры невозможно а он просто становится евреем который не соблюдает заповеди несет ответственность как еврей который не соблюдает заповеди однако есть такой момент можно суд может отменить геюр не отменить геюр а если выяснится что человек вообще не собирал соблюдать заповеди что он фактически обманул суд и что заранее он принимал ги-юр с намерением не соблюдать заповеди, ему это было все неинтересно, и он вообще, может быть, человек не верующий, в скобках заметим, что, естественно, это много обсуждалось, но понятно, что ги-юр без веры – это абсурд. Ги-юр без веры – это абсурд. Так вот, если оказывается, что он человек вообще не верующий, не собирался соблюдать заповеди, то суд может сказать, что ги-юра не было. Не то, что отменить его, а ретроактивно заявить, что ги-юра не было. В принципе, присоединение к еврейскому народу и ги-юр – явление очень положительное, и в Израиле, конечно, есть очень много, что нужно исправить в этом плане, в этом отношении скажем, в процессе ги-юра, хотя, в принципе, для тех, кто живет в Израиле, у кого есть гражданство, нету никаких, собственно, препятствий, по крайней мере, больших препятствий нету в том, чтобы принять принять ги-юр. Это, как бы, краткий экскурс в ги-юр, и, скажем, наше резюме такое, что по закону Торы, человек, который обещал соблюдать перед судом законы заповедей, сделал обрезание для мужчины, окунулся в микву, да, он становится, как бы, совершенно полноправным членом, полноправным членом общине. Не стоит говорить о том, что есть отдельная заповедь, пробивающая любить Гера, и она введена Торой, она введена Торой, потому что, естественно, что у человека есть такая склонность недолюбливать чужого, недолюбливать другого. Вот Тора говорит, чтобы этого никогда не было, и нельзя не притеснять Гера, нельзя его и обижать словами, и никогда ему нельзя напомнить о том, что вот еще, скажем, год назад он ты ел свинину, а теперь ты уже видишь, какой ты из себя еврей. Такие слова, обращенные кому-то из Геров, являются настоящим преступлением с точки зрения Торы. Понятно, что преступление может быть совершено не только руками, ногами, но и словом. И вот это настоящее преступление напомнит Геру о том, что вот, понимаешь, он что-то делал когда-то, вот теперь он достиг такой высоты, такой чистоты и так далее. Полный, настоящий, полный настоящий запрет. Теперь мы с вами обратимся к истории Руд. И здесь есть как бы еще один пласт Геюра. Тора сказала нам такую вещь. Сейчас я попробую поднять кубец, поднять файл. Вот попробую поднять файл, не задерживая вас долго, но все-таки хотелось бы прочитать точно. Так, что мы с вами видим? Я должен сделать шею экрана еще, показать вам экран, секунду. Так, секунду, секунду, вот я делаю шею. Так, он меня что-то спрашивает, какие-то вопросы мне задает, а мне бы не хотелось с ним сейчас разбираться. Секунду. Так, секунду, 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 секунду. Вот. Видный экран, да? Может быть, и для многих это не так важно, потому что текст на явлите, но хорошо, давайте мы его прочитаем вместе. Вот в книге Дворим, в главе Киттице, «Когда ты выйдешь на войну», здесь говорится неожиданно совершенно не войдет аммонитянин и мавитянин в общество Всевышнего. Даже десятое поколение не войдет в общество Всевышнего навеки. Что имеется в виду, не войдет в общество Всевышнего? Нет то, что запрещен для них гиур из людей из Омона и Моава, но ситуация такая, если кто-то из Омона и Моава, сейчас мы не уточняем еще точно, и кто-то из Омона и Моава принимает гиур, он дальше не может жениться ни на каком-то из потомков из сыновей Израиля, ни на потомков из других народов, если кто-то из других народов принял, пришел и прошел гиур, то есть заключать браки мавитяне, аммонитяне получаются могут только в пределах своей общины, возникшей внутри общины сыновей Израиля, жениться вне этой общины они не могут. Сразу скажем закон, который связан со всей книгой Рут, дело в том, что этот закон относится к мужчинам, но не относится к женщинам. И это как бы устная Тора, здесь устная Тора, которая передавалась с поколения в поколение, была известна Санхедрину, была известна Боазу, была известна пророку, пророку Шмуэлю, это Галаха, что это относится запрет жениться на ком-то, кроме, там, скажем, уминитян и мавитян, да, жениться на женщинах и за, и кроме женщин, принявших гиур из Омона и Мааба, этот запрет распространяется только на мужчин, женщина из Омона и Мааба, принявший гиур, может выйти замуж за кого угодно, и этот закон передавался из поколения в поколение, через Боаза, как мы сказали, через Шмуэля, вот, и основывается он на том, как бы, привязка к тексту, в том, что сказано аммонитянин и мавитянин, аммони у мави, аммонитянин мавитянин и сказано мужском роде, есть возможность такая, есть такая возможность сказать, что это относится к мужчинам, но не относится к женщинам. Когда я говорю, что есть возможность сказать, это все условно, потому что мы понимаем, что существует устная Тора, которая привязана к тексту, но, скажем, привязана к тексту не так, что каждый может прийти и толковать, потому что каждый может вывернуть и выкрутить отсюда что угодно, и можно найти много возражений против то ли иной посылки. Устная Тора передвигается вместе с писанной Торой, передается из поколения в поколение, и многие, многие, многие вещи, наверное, скажем, большинство вещей, они не могут быть оспорены на основе логического вывода, они являются непреложным законом, который передается из поколения в поколение, хотя можно в тексте найти намек. Опять же, если бы это было просто, как бы литература, то этот намек можно было бы истолковать по-другому, но, скажем, параллельно идет устная Тора, которая говорит, что это толкуется только так. Так вот, амони и маави, амонитянин и маавитянин, хотя можно было бы сказать, что в других случаях Тора говорит мужском лице, мужском роде, имеется в виду и женщины тоже, нет, здесь только мужчины, для мужчин есть запрет на брак за пределами тех людей, которые вышли из их народов и приняли Гиур. Естественно, что маавитянин может жениться на амонитянке, амонитянин на ноге. Теперь, почему такое странное ограничение? Мы знаем, что есть целый ряд ограничений в Торе. Скажем, египтянин, который принял Гиур, он три поколения, должен держаться в пределах своей общины, но потом на третье поколение, на третье поколение египтян, принявших Гиур, могут жениться и выходить замуж за кого угодно. То же самое относится к Идумеям, народу и людям из Идума, а вот здесь по поводу Омона и Моавы говорится на веки. С чем это связано? Давайте подумаем. Тора дает такую посылку. Это потому, что не встретили вас хлебом и водою по дороге, когда вы вышли из Египта, и потому, что нанял против вас Билам, сын Биора, из Птора Арама, на Араем, чтобы проклял тебя. Мы здесь помним историю исхода, и мы помним, что Моавитский царь Балак, когда он видит сыновей Израиля, вышедших из Египта, которые расположились под Моавитским плотом около реки Ярден, готовые войти уже в землю Израиля, он начинает против них войну, и понимая, что он не может их победить оружием, он нанимает колдуна, который должен проклясть, как это было принято в древнем мире, имеет силу это проклятие, не имеет силу это проклятие, не важно, важно то, что народ, который имеет родственные связи с сыновьями Израиля, он выходит войной, он пускается на ухищрения, на отвратительные ухищрения для того, чтобы победить сыновей Израиля, и он понимает, что для того, чтобы победить сыновей Израиля, надо понизить их духовный уровень, нести удар по духовному уровню, он пытается это сделать, здесь нужно обратить внимание, что действительно Моав и Омон, прежде всего речь о Моаве, были народами очень близкими, мы помним, что Моав происходит от Лота, от племянника Авраама, помним, что когда Лот убегает из, его выводят из дома, который переворачивается, горит и тонет в воде, их дочери его решают, что не осталось больше людей на земле, они ложатся с отцом и рождаются два сына, один Омон, а другой Моав. И понятно, что здесь корень не очень хороший, Лот, который был в доме, он хотя и хотел, может быть, оставаться праведником, но он проникся всей атмосферой из дома, и мы видим, что его поведение и в самом доме, и вот в этом случае, конечно, атмосфера злодейства, разврата, она повлияла, повлияла на него. А это корни этих народов. то, что я хотел сказать, народ действительно были близки по многим параметрам, по многим параметрам происходили как две противоположности, но по многим параметрам были близки. Например, Моав говорил на иврите, на том же самом иврите, на котором говорили сыновья Израиля, на иврите, похожем на тот, на котором мы говорим с вами сегодня. Мы это с вами знаем из надписи, то, что называется Стелла, такой памятник из черного полированного базальта, который царь Мейша установил и описал свои победы над сыновьями Израиля, которые живут за Ярденом и над Северным царстве. Он хвалится своими победами, описывает все злодеяния, которые он совершил и сколько людей он убил. Эта Стелла была найдена в конце XIX века на территории современного Ярдена, Иордана, или Иордани, и она находится в Лубре сегодня, и она написана на иврите, ее можно прочитать, некоторые слова требуют размышления, некоторого комментария, но в принципе это иврит, то есть мы понимаем, что народы эти были близки, помнили о своих корнях, помнили о том благодеянии, которое сделал Авраам по отношению к Лоту, и вот в происходе из Египта, как говорит Торо, вместо того, чтобы встретить хлебом и водою народ, идущий к себе, они вышли против сыновей Израиля с войной. Теперь про Омон, Омон мы не видим в тексте Торы, чтобы они конкретно приняли участие в этой войне, они остались в стороне, сыновья Израиля, Мишкан располагались, так сказать, под Моавитским кладом, и Моав, царь Балак видел их, Омон остался в стороне от этой истории. Теперь прошу прощения, Омон остался от этой истории, но Медраж нам рассказывал, что и Омон тоже вышел на войну, тоже вышел на войну с сыновьями Израиля, когда сыновья Израиля двигались по восточной части, по восточному берегу Ярдена, еще по дороге в землю Израиля, они переходили к ущелью Рнон, поток, который втекает в Мертвое море, то сыновья Омона и Идома, они попытались приготовиться к тому, чтобы забросать сыновья Израиля камнями, они должны были пройти по ущелью какое-то расстояние, вот там они встали на уступах ущелья и приготовились сбрасывать на них камни. Если бы не чудо Всевышнего, то пришлось бы очень плохо сыновьям Израиля. Чудо состояло в том, что стороны ущелья замкнулись, раздавили и Дом, и Омон, а сыновья Израиля, уже перейдя как по мосту, увидели кровь и поняли, что враги готовились их погубить и не спели песни благодарности Всевышнему. И таким образом мы видим, что не только Моав, деяние которого, деяние, так сказать, описано в Торе, но и Омон также был готов напасть на сыновей Израиля. Почему, зачем, для чего прекрасно знали, что Всевышний запретил воевать с Идомом, Моавом и Омоном, и только лишь ненависть к сыновьям Израиля она подвигла эти народы на эту войну. Галаха говорит о том, что почему такое разделение между мужчинами и женщинами, что мужчины не могут войти в общество Всевышнего, а женщинам разрешено войти в общество Всевышнего, если они принимают Гьюр, говоришь такое разделение, что мужчины обычно выходят на войну, а женщины не выходят на войну. Но в Тории иногда приводится поверхностные аргументы, какое-то объяснение, а может быть глубинное, более глубинное объяснение, оно скрывается где-то несколько глубже. тем более, что если мы представим себе, что историю с Моабом, когда Моаб приводит, когда Белам приводит женщин из Медьяны из Моаба, приводит для того, чтобы они соблазняли сыновей Израиля и подводили их к тому, чтобы они клоняли Сидулу Баальпиору, поклоняли Сидулу Баальпиору и тем самым как бы образовалась такая духовная брешь в духовном пространстве и можно и это вызвало в огне Всевышнего и как вы помните они достигли своего результата, то мы здесь видим, что женщины они принимали участие в войне, настоящая война, которая была принята в древнем мире для того, чтобы спасти из-за того, чтобы противостоять врагу посылали женщин в стан там начинался разврат, гуляние и все и тогда можно было напасть на стан врага, так что это настоящая настоящая война и сказать, что женщины не воевали, они воевали по-другому, но вот, по крайней мере, это обычное явление для древнего мира, которые описаны и в той. В чем же тогда настоящая причина, глубинная причина? Дело в том, что ОМОН и ОМОН и МААФ тут нужно еще ОМОН и МААФ и у них были страшные культы. Они поклонялись Камушу и поклонялись Малкому. Малком это Молых, о котором говорится, что поклонение Молыху состояло в том, что брали ребенка и проводили его через огонь. Выживет, выживет, не выживет, не выживет. Потом это развелось еще в более ужасный культ, когда делали медную статую Молыха и в нее бросали ребенка. И этот культ Камоши, культ Молыха, что практически одно и то же, он был распространен в Моаве и в Аммоне. Больше говорят, говорит Торо Камош про Аммона и Молком про Моаве. Теперь, что мы из этого понимаем? Еще один момент, говорит, что и Мааве и Мамоне поклонялись Бааль-Пиору, идолу без стыдства. То есть наибольшей похвалы удоставился тот, кто делал наиболее постыдные вещи перед этим идолом, отвратительные, постыдные. Это был идол разврата и идол, который как бы снимает комплексы человека, скажем, если представить себе, ну, неважно, ты как бы, такая глубокая идея, сделать наиболее постыдное перед людьми, перед этим идолом, это как бы раскрепоститься, снять комплексы с себя, отбросить совесть. Вот в этом заключалось служение этим идолам. Можно много говорить о том, что представляли себя эти идолы, и можно вспомнить, что и аналогичные культы были и в других народах, и среди канонских племен существовало принесение и жертв, и также были культы разврата, но Тора обращает особое внимание, и у нее как бы особые претензии, и особые ограничения к Амону и Маабу, потому что это родственники Авраама, и здесь два аспекта. Во-первых, от них можно было бы ожидать, что все-таки они что-то усвоят изучение Авраама, и пойдут по пути добра и скромности, хотя бы какие-то элементы они усвоят из учения Авраама, но этого не произошло. Второй момент, второй момент, что Лот, его дочери, его потомки очень хорошо понимали, кто такой Всевышний, и постепенно у них развили, развились культы, которые были направлены на борьбу со Всевышним. Они были направлены на борьбу со Всевышним для того, чтобы оттолкнуть его, для того, чтобы противопоставить законам Торы или тому, что любит Всевышний. Они знали, что Всевышний не любит разврат, и они послали своих дочерей на разврат, для того, чтобы сделать такую духовную брешь в духовной области сыновей Израиля, в духовной атмосфере сыновей Израиля. Ни один народ не догадался, не собирался этого сделать. Ни один народ не выходил на войну с сыновьями Израиля таким образом, чтобы воевать еще со Всевышним, в том плане постараться оторвать сыновей Израиля от служения Всевышнему. Я говорю про древнему, дальше, может быть, это и было. То есть, это люди, которые не просто развили внутри своих народов отвратительные культы. В этом была борьба со Всевышним. Поэтому говорится, что не войдут в общество Всевышнего. Но кто подчеркивается, что мужчины. Потому что женщина здесь находится в более зависимом положении. Женщина никогда не отдаст своего ребенка, не бросать его в пасть медной статуи, не проводить его через огонь. Всегда как бы здесь женское начало, оно будет протестовать против этого. И она не отдаст ребенка добровольно, его отнимут. По крайней мере, это большая часть были такие может быть случаи, то это просто против природы вещей. И также поклонение гостинства Баальпиору оно шло со стороны мужчин. В основном как бы хозяев положения, как те, кто выходит на служение Баальпиору и развратничают, это в основном мужчины. Поэтому Тора не только, Тора акцентируется на том, что когда-то не вышли встретить вас хлебом и солью, но это еще не объясняет, почему это на протяжении веков. Такое постановление действует и объясняет, почему женщины можно принять в Кагаль, в общество сыновей Израиля, а мужчин нет. Гьюр могут пройти, а вот строить свои семьи внутри сыновей Израиля или людей, принявших Гьюр из другого народа, они не могут. Вот то, что мы с вами разобрали, то, что мы посмотрели картину, оно более-менее как-то дает реальные основания этому закону, что запрет войти в общество относится к мужчинам, а не к женщинам. Моави, вло моавия, моавитянин, но не моавитянка, а мони, вло амония, амонитянин и не амонитянка. Мы понимаем, что этот закон, это возможность, этот закон дал возможность двум людям, двум людям, Рут и Наома, которая стала впоследствии женой царя Шламо, двум праведным женщинам, Наома из Амона, войти в ряды, как бы, в присниться к народу сыновей Израиля и произвести принципиальный совершенно изменения. Если Рут стала праматерью царского дома, то Наома сыграла принципиальную роль в период правления царя Шламо. Без нее он не смог бы сделать то, что он сделал, не построить храм, не построить то государство, которое 40 лет существовало без войны. Здесь я, наверное, остановлюсь, оставлю немножко времени на вопросы. А, скажем, история Рут прошла на Гиур, не прошла на Гиур, каким образом она вышла замуж за Боазу, приходила на Гиур вторично, почему она пришла на поле к Боазу и как бы легла рядом с ним, когда не было никого вокруг, ночью пришла к нему, почему это, по крайней мере, формально не является нарушением, в ее случае не является нарушением закона Торы, все это мы попробуем с вами разобрать в следующий раз. Если сейчас набрались какие-то вопросы, пожалуйста, я готов постараться ответить. Так, сейчас мы убираем Шиа, правильно, надо убрать Шиа, чтобы я вас видел, если, конечно, есть, если, конечно, есть вопросы. Вот, вижу я вас всех, в основном имена. Вот, спасибо большое Михаэлю, что он не боится показываться на экране, так легче разговаривает. Вот, спасибо. Если есть какие-то вопросы, я, пожалуйста, готов постараться ответить. Можно мне вопрос задать? Да, Жиа, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, есть какая-то разница между Геюром, который в Галуте и Геюром, который в своей стране? Никакой разницы с точки зрения закона нету. никакой разницы с точки зрения закона нету проблема такова что вообще говорят что во времена маши их они будут принимать гера потому что нужно быть уверенным в чистых намерениях человека что он не ищет никакой выгоды сегодня государство израиль это с одной стороны государственный закон с другой стороны он соответствует закону торы сегодня государство израиль по крайней мере для многих является привлекательным и для того чтобы получить гражданство многие бы прошли многие прошли в идиюр как здесь отделить человека искреннего от человека который обманывает на казаться израиля ввели такое правило если человек не является гражданином он не может пройти геюр на территории государства израиль пусть он едет свою страну пусть он там связывается с раввинами пусть он проходит геюр и тогда уже тогда уже получает гражданство в израиле это конечно отсеивает многие многие попытки пройти геюр только ради получения гражданства с точки зрения как бы есть так можно сказать качество никакой разницы нету между геором в израиле геором и за пределами земли израиля естественно что геор геор зависит в какой-то степени и от личного отношения и отличного отношения раввинов на когда я работал за границей то понимаете геор это сложно и делает не просто там на взял как бы в шуку говоря окунул человека и до свидания это это учиться с человеком разговаривать с ним общаться с ним до того как он проходит геор и после того как он проходит геор надо обеспечить ему возможность изучать тору жить еврейской общине чтобы он никогда не оказался в каком-то подвешенном состоянии когда он просто дефакто не сможет соблюдать законы торы то есть это это огромная работа это огромный и огромный труд на и как бы когда я работал на украине то и обращались люди то я им говорил так что я готов вам помогать с геором только в том случае если вы скажем на в течение трех лет вы переезжаете в израиль плодить евреев за границей за пределами территории израиля я лично не не готов вкладывать прикладывать в это свои усилия я лучше займусь чем-нибудь другим есть человек с моей точки зрения это не галаха на мой взгляд как бы это очень важный момент и моя позиция на весьма и весьма оправданно но это не галактический момент это мой личный момент да я не готов вкладывать энергии усилий и так далее есть человек не понимает ценности земли израиля не понимает того что у него есть великое счастье жить в земле израиля пусть он разбирает пусть она разбирается сам не в коем случае не не отказываюсь от общения да но помогать плане юра я не готов при таких условиях это моя как бы личная позиция это я так в широком плане поделим своим опытом если ответить на ваш вопрос однозначно да то нет никакой разницы по качеству геюра между геюром в израиле геюром за границей шифра что-то понятно из моих объяснений да спасибо я поняла спасибо ну возникает еще знаете вот какой вопрос возникает в израиле это совсем все-таки другое дело потому что это люди которые живут еврейской жизнью понимаете то есть те которые не евреи вот они 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 служат в армии они получают по голове нас ракетами как мы они все они делят с нами полностью нашу судьбу и вот мы вчера читали например в нашей недельной главе что мы не должны ни в коем случае притеснять гера который живет у нас и пришельца пришельца который живет на нашей земле вот если мы не даем ему права например я никого не защищаю никого не как бы не обвиняю но если мы не даем ему права жениться на ком он хочет мы не даем права похоронить его не и так далее насколько мы соблюдаем его права насколько он насколько мы не притесняем его замечательный замечательный вопрос на я вам скажу что момент здесь очень тонкий и он имеет 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 две стороны он имеет две стороны во первых понятно что мы никому не можем запретить и не запрещаем жениться не ни на ком хочешь женись на этом хочешь женись на этом любой цвет кожи и так далее я говорю сейчас не вне геюра нет такого запрета но требовать от нас чтобы мы по еврейскому закону заключали брак между евреем и нееврейкой или между неевреями это невозможно это невозможно и у нас у нас есть закон и нужно уважать нужно уважать людей безусловно которые здесь живут и несут несут значительную долю нагрузки но нужно уважать и нужно уважать уважать и закон на закон тары ты не хочешь не ты не хочешь считаться законом тары твое право очень хорошо но есть те есть как бы здесь государственные религии который который не который не берет на себя заключать брак пожалуйста с точки зрения государственные люди которые заключили враг на кипре или не заключили враг вообще они пользуются всеми и льготами которые положены супружеским парам они пользуются с точки зрения государства поэтому никто никто никого никто никого не ущемляет теперь речь идет когда мы когда мы говорим об израиле мы не говорим огромное уважение к людям которые которые же которые иногда жертвует своей жизни подвергает своей жизни опасности служит служит в армии иногда говорят скажем там некоторые религиозные люди некоторых кругов они говорят что мы не будем служить в армии потому что в армии служит не евреи это как бы ну не знаю каким языком назвать во первых это полная безграмотность да мы видим что в армии царя давида были не евреи привержены ему на которые не приняли геюр они просто жили с еврейским народом никому это не никому это не мешало бы воевать с филистимлянами и с другими народами и божественное присутствие от этого не отходило от сыновей израиля потому что поэтому это совершенно глупейшая глупейшая как бы посылка да не не глупейшая безграмотная безграмотная посылка а так что если не евреи служит в армии честь и хвала и есть люди великой праведности из не евреи но когда мы говорим об израиле глобально да то есть каждый он конечно по-своему понимает израиль и так далее но с точки зрения израиля это не только территория это не только оборона от от врагов это духовные задачи которые стоят перед народом и они связаны с законом торы есть определенный закон присоединения к народу то есть пожалуйста можно жить бок о бок с неевреями с полным уважением то что касается там захоронения отдельного это можно можно обсудить это нужно обсуждать на уровне равената нет никакой обязанности скажем если нет подозрения что не дай бог еврейское кладбище превратится в христианское или там появятся кресты если нет такого подозрения нет проблем нет проблем нет проблем захоронения евреев не евреев вместе но это я как бы вкратце потому что каждый момент требует подробного объяснения да и здесь как раз очень очень интересный момент книги руд который хотел обсуждать дальнейшем руд говорит на оме на твой народ мой народ это и твой бог мой бог часто из этого даже скажем авторитеты раввинские хотят сделать вывод что достаточно присоединиться к народу и не обязательно даже обладать верой это колоссальная ошибка потому что нету такого понятия присоединиться к народу не обладая верой на и вообще без веры нету без веры нету народа есть какие-то потомки евреев есть какие-то образования очень интересные талантливые в плане творчества в плане стартапов это очень замечательно но это не народ с точки зрения торрента и вообще со всех точек зрения да народ объединен как мы понимаем местом проживания он объединен общей историей он обязательно объединен общей верой если хотите можно сказать общей культурой но еврейской культуры без веры ее не существует просто вот поэтому это не отдельные вещи твой народ мой народ и бог твой мой бог нельзя одно отделить от другого нельзя остановиться на первой половине и сказать твой народ мой народ так что у нас в израиле существует очень трудная очень трудная ситуация и опять же возможность геюра открыта для всех но не следует требовать от народа который пронес пронес веру который жертвовал жизнью не один не два и не десятки возможно миллионы людей жертвовали своей жизнью ради ради веры благодаря этому пронесли эту веру которая цена не только для них но и для всего человечества только благодаря этой вере приехали в эту страну построили ее отвоевали ее и продолжают бороться нельзя от этих людей требовать чтобы они изменили этот закон по которому они всегда жили закон принадлежности к еврейскому народу полное уважение пожалуйста вы живете здесь да это еще не называется даже гер это не гер гер это тот кто пришел с другого народа и присоединился к народу и прежде всего как мы с вами говорили принял веру да полное уважение но нельзя и от нас требовать чтобы мы отбросили отбросили то что является нашей основой как народа и то что собственно привело нас на эту землю вернуло на эту землю и держит эту землю да так что тут требуется взаимное взаимное уважение да и понимание того что как бы есть у есть у человека право на как бы на свой круг понятий на образ своей жизни да так что навязать никому нельзя да собственно и не навязывается двери открыты пожалуйста да полное уважение к людям которые здесь живут любят Израиль несут нагрузку пожалуйста то есть никаких проблем я никаких проблем я не вижу да вот с этим делом они создаются искусственно иногда людей накручивают и так далее возникают какие-то вопросы пожалуйста если есть какие-то вопросы надо разговаривать надо находиться в диалоге надо проявлять взаимное уважение но невозможно пилить сук пилить ветку на которой мы с вами сидим да как только мы подточим законы торы в том числе и определение кто принадлежит еврейскому народу мы тут же с вами провалимся и улетим в тартарары из этой же самой замечательной земли которую все так любят и хотят защищать Розеев можно вопрос вам да пожалуйста закон о возвращении насколько в курсе Тора говорит о еврействе по родителям то есть расширение закона до третьего поколения до деда и это было как отклик на холокост да совершенно верно совершенно верно а время не пришло ли вернуться к так сказать евреисту ко Торе то есть по изъять это расширение здесь вы совершенно правы да здесь то что сыграло свою отрицательную роль скажем да вот это скажем да может быть может быть вы правы но то что я хотел бы сказать то что сыграло свою отрицательную роль это позиция сахнута которая пользуясь законом о возвращении начали разыскивать людей у которых есть там дедушка еврей объяснять ему что такое еврей и что такое дедушка еврей хотя они может быть не всегда сами это знают вот и объяснять ему свои свои права о репатриации о законе возвращения да это привело к потоку потоку неевреев в части с которых очень может быть хорошие люди но эта проблема которая которая вызвана этим законом скажем связана с этим законом она весьма и весьма искусственная созданная позиции сахнута в принципе вы говорите правильно что нужно было бы подумать и представить себе что на сегодняшний день человек у которого дедушка является евреем он вряд ли подвергается подвергается преследованию в других странах и возможно нужно было бы этот закон пересмотреть но опять же я говорю он бы не создал такой проблемы если бы не позиция сахнута вот это то что можно сказать в принципе по идее конечно хотелось бы чтобы государство приближалось к законам законам торы понимаете конечно вот тоже нужно иметь и гибкость и видеть перспективу какую-то понимаете вот скажем отец человек по отцу еврей с точки зрения Галахи он не еврей ну что же его отбросить Галахам предполагает приближать такого человека заботиться о нем и заботиться и открывать ему все двери для того чтобы он прошел наверное в государственном плане тоже нужно было бы оставить такую возможность для того у кого отец еврей тот кто считает себя сам евреем возможность получать гражданство беспрепятственно скорее всего вот теперь есть есть смешанные семьи опять же когда я работал в когда я работал в Сахнути некоторые экологические авторитеты говорили что не нужно вести не вести смешанные семьи в Израиль это абсурд абсурд полный абсурд нельзя так вмешиваться в человеческую жизнь каждому нужно дать шанс и нету такого права скажем вот так вот раскалывать семьи да никто такого права не давал человеку надо дать его свободу выбора если он еврей пусть он приедет сюда там со своей женой которая не является еврейкой там разберутся да там разберутся как бы все это бы опять же не было проблемой если бы днем с огнем не разыскивали людей фактически не евреев у которых есть право на репатриацию и не предлагали им вернуться в Израиль вот так что здесь не понимаете здесь нужно как то все таки вот не невозможно просто подойти с галактической точки зрения и все как бы отрубить есть мы видим что есть какие то процессы происходят в мире есть желание всевышнего которое можно угадать желание вернуть всех евреев землю Израиля так что это требовало бы какого то очень умного и разумного подхода но в принципе глобально как бы я думаю что вы правы закон о возвращении требует принципиального пересмотра спасибо но просто если можно ремарку но все таки Эзра наверное когда поднял этот вопрос после Вавилонского возвращения из Вавилона он наверное опирался на все таки именно на Галактича на Торо видимо рассмотрение право и неправо значит Тора предполагает что руководитель поколения должен увидеть проблему и должен решить решить ее с точки зрения формального закона Торы Эзра не действовал по формальному закону Торы он действовал по тому скажем тому праву которое Тора дает руководителю принимать определенные решения в связи с ситуацией мы с вами когда рассматривали книгу Эзра и Нехеми мы видели что он потребовал расторжения браков с женщинами которые сделали гиур но гиур этот оказался формальным они говорили на чужом языке воспитывали детей в чужой культуре и сохранили связи совершенно прямые непосредственно со своими со своими народами просто Эзра посмотрел на это и предположил что если пойдет дальше такая тенденция очень заманчиво для сыновей Израиля жениться на самаритянках вот и если пойдет дальше такая тенденция то все пиши пропало да и он как бы силой авторитета он вел он заставил заставил даже трудно сказать заставил убедил развестись с женами которые приняли гиур только формально силой своего силы руководителя теперь вот здесь есть интересный вопрос в чате и говорят а что такое реформистский гиур да он же аналогичный с точки зрения тора и законов Израиля или это будет еврей по галахей или нет значит гиур может быть принят с точки зрения закона торы как бы когда есть две стороны одна сторона человек принимает на себя закон торы другая сторона он стоит перед судом который соблюдает закон торы реформизм отказался от соблюдения законов торы вот и нету ни субботы нету ни праздников нету ни других важнейших законов вот все это как бы поплыло и поехало да это скажем это даже не это не не реформация реформация предполагает сохранение каких-то основ основ все основы отброшены поэтому с точки зрения закона торы который человек который пришел принимать реформистский гиур он ничего ничего не сделал он сам на себя не принял обязательства соблюдать законы торы вот и и люди которые стоят перед ним если вообще таковое таковые имеются они не соблюдают закон торы да так же как обрезание обрезание может сделать человек который сам обрезан он продолжает союз союза в раме если обрезание делает человек который не обрезан это обрезание не действительно человек может только продолжить союз в раме то же самое здесь человек который отказался от основных законов он не может принять в общество израиля человека который стоит перед ним есть случаи ошибки когда люди не понимают что они делают ну что что тут поделаешь ничего не ничего невозможно поделать если человек понимает что-то соображает потом ему нужно проходить заново вот окей ладно хорошо мы с вами тогда закончим нашу сессию с вашего разрешения все вопросы которые остались пожалуйста мы можем начать следующее занятие с вопросов да и у нас впереди скажем по крайней мере попытка понять книгу рут ее содержание что там происходит вот в связи с этим законом гер из мааба женщина принявший геюр из мааба всего самого доброго замечательного прекрасного прекрасного праздника желаю чтобы все осознали его значение не знаю я ли понимаю до конца его значение но точно желаю чтобы осознали его значение или я вместе с вами вот и самого-самого хорошего и самого доброго да и не сомневайтесь не бойтесь не бойтесь благодарить Всевышнего спасибо спасибо с праздником вас с праздником всех с праздником всего самого доброго теперь мне надо остановить запись еще мы так все ну и и и